здравствуйте дорогие друзья ко мне поступают вопросы и я некоторые из них хочу вам зачитать и ответить на них извините что я одену очки и буду их читать в оригинале ну вот первый вопрос посоветуйте что делать я работал плотником строительной фирме и вот сейчас в связи с карантином самоизоляцией нам сказали что у нас грядут сокращения меня могут уволить вот такой вопрос мне прислали по электронной почте игорь из санкт-петербурга игорь что я вам скажу вот я когда презентовал свой видеокурс для аудитории для широкой я каком-то интервью какой-то записи я делал в упор на то что именно вот на родственные специальности видеокурс он распространяется в первую очередь то есть это новички это школьники которые заканчивают школу или учатся в 9 10 классах и близкородственные специальности для кроющих для фальцевых кроющих это естественно плотники это самая близкая специальность то есть фактически плотники они подготавливают собственно говоря для нас для кроющих в поле деятельности то есть плотник может спокойные я таких много знал которые обучались на кроющиха на жесткого кроющиха и хорошо потом зарабатывали потому что фактически они их запускают на крышу грубо говоря они там работают не надо после плотника искать кроющиха и так далее поэтому мой вам совет конечно я не могу заставить вы подумайте над тем чтобы действительно получить родственную вам очень близкую специальность вот вы можете как самостоятельно этим заняться то есть достаточно тяжелый труд искать смотреть но при желании можно можно бесплатно в наше время вот можете мне позвонить я вам посоветую какую нужно литературу покупать какую нет какие есть ресурсы в интернете которые есть на русском языке есть на иностранном языке которые стоит посмотреть ну и обращайтесь я вам всегда рад что я вам посоветую это уже будет ваш выбор так следующий вопрос который я выбрал интересный вот такой вопрос за какое время можно обучиться на кроющих очень хороший вопрос но если говорить не теоретически то на кроющих а можно обучиться практика показывает именно практика если допустим возьмем идеальный вариант то есть человек захотел обучиться у него есть желание он годен физически и морально и по медицинской зрения ему больше 18 лет и он идет в кроющих за какое время вот опыт показывает я когда начинал кроющихом я мы начали работать летом нас позвал мастер это было далеком восемьдесят втором году мы говорили вот мастер был ему нужно было пару учеников помощников подмастерьев вот и он нас выбрал мы два молодых кроющих которые только-только обучились детское время мы проходили обучение значит 4 месяца 6 и после конечно обучение мы ничего не могли делать вот практически то есть мы там какие-то делали работы которые небольшие на обучение но так вот по кругу когда выходишь после этого обучения даже в советское время вот мы конечно не встали ничего делать но вот и вот я помню что мы взяли такая работа серьезная это капремонт нужно было поменять фальцевую кровлю 150 метров на стое поэтому нормальный объем фальцевой кровли это одинарный фальц конечно когда был в советском совете вообще двойного фальца не знали и вот я помню что я когда вот это мы сделали одну крышу потом Евгения говорит давайте еще тут халтурка еще и вот так вот мы начинали втягиваться то есть это называемое обучение на объекте или еще называют обучение бригад так вот после этого лета после этого лета ну а как кровищники работают они работают ну это сейчас можно работать как два случая тогда и ну и сейчас в основном ну это отдельный разговор вот работали только в летнее время да то есть сезон начинается в марте как только становится тепло снег сошел и до того как снег выпал вот это время считается у кровищников золотое время мы работаем мы можем это выполнять без проблем так вот я скажу что я после этого года на следующий год когда нас послал ну позвал Евгений то мы уже мы уже начали прикидывать а кого нам взять то есть на будущий год на следующий год получается что мы фактически уже 90 процентов могли делать без Евгения то есть он нам показал основные приемы и методы тогда конечно одинарный фалис он не такой требовательный как двойной инструмент минимальный это косяк кроме молоток янка ножницы мы тогда были пассатижи мы работали пассатижами вот не было такой роскоши как сейчас работать такими замечательными штубаевскими крещами для кровищников ну и заканчивая за какое время то есть обязательно после того как вы начали работать и отработали практически один сезон на крыше считайте это прилично это 4-5-6 месяцев вы работаете под крылом мастера и за это время вы фактически обучаетесь на 80 процентов и уже на следующий год я помню что мы уже стали приглядываться как сложные места делать но в кровли значит здесь такой интересный момент я сейчас еще один очень важный момент в кровли вот для крольщиков они делятся на два типа крольщиков есть 90 процентов крольщиков даже 8-90 процентов крольщиков это крольщиков которые умеют делать да они умеют знают но головы не думают они работают руками вот эти крольщики они в основном а выделяются в мастера крольщики которые работают не только руками но и головами это очень важно даже есть крольная поговорка у нас была думать руками то есть ты хочешь ставку сделать пришел померил все не получается третий четвертый раз и только с десятого раза получил это называется думать руками ну понимаете да думать головой ты можешь сделать ну один раз не получил второй раз подумал и все получилось вот такой подход то есть для того чтобы обучиться на крольщиков на обычного на такого который сохранен ну это нужно вот один сезон плюс уже второй сезон уже дорабатываешь можно сказать навык которые ну тут так если по научному знание умение навык то есть знание это ты получаешь знание тебе показывает как делать умение умение это ты десять раз вот допустим там рядовой это уже ты же знаешь как к примеру прибывать где ее подрезать все вот и навык это у тебя уже образуется через с того что у тебя как образовалось умение это уже знание умение а следующий навык ты уже на следующий год нарабатываешь навык и этот навык у тебя через год через два через три только наращиваешь и превращаешься или в мастер или обычно в мастера превращается небольшое количество мастеров в мастеров это вообще единицы поэтому крольщик и крольщик 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 не обязательно так что я ответил на вас вопрос полтора сезона и вы становитесь крольщиком Так, вот ещё один вопрос. Хочу стать кроечком. Как проверить, моё это или не моё? Великолепный вопрос, Александр. Александр, как проверить? Ну да, сейчас такая ситуация турбулентная, что действительно хочется какую-то такую работу, которая востребована. Ну да, кровищики очень востребованы. Очень дефицитная специальность, особенно фальцевые кровли. Кровищики, вот сейчас раньше были как мягкие кровищики и жёсткие, жёсткие это подразумевалось фальцевая кровля. Но сейчас так как фальцевая кровля, она как бы специфическая такая стала, она с огняком не готовит, не умеет никто. Поэтому сейчас называют ещё такой тип кровищиков фальцевик. Вот я как раз хочу заточить вопрос на то, вот фальцевиком. Вы можете кровищикам мягким, пожалуйста, газовая горелка, рулоны, мягкая кровля. Вот, можете быть жёстким кровищиком, ну что это, можете металлочерепицу, можете этот шингл, да, вот в тихониколе покупать, там обучение. Пожалуйста, обучайте. Но для фальцевой кровли, это, конечно, хороший вопрос. Ну вот я выписал, какие требования, ну первоначальные, которые сразу, знаете, как мне понравился этот вопрос ваш, это как девушки выбирают, да, вот девушки выбирают, все женихов, да, и вот у них требования. Значит, одно, второе, третье, четвёртое. Я помню такой небольшой такой фильм, и вот, значит, сидит оркестр, они играют, и девушка читает свои требования. И вот там потихонечку встают. Сначала одни, значит, музыканты, вторые, третьи, четвёртое. В конце, когда она прочитала свои последние требования, там вообще никого не осталось. Ну, конечно, кровищиков не так всё уж трагично, как у девушек, но очень близко. Значит, смотрите, если, если вы боитесь высоты, это первое, то есть вы по медицинским показателям, вас даже могут в поликлинике проверить, вот, там покрутят вас на стуле, вы встаётесь прямо, идёте, вот, но если вы изначально боитесь высоту, не подходит, правда. Ну, значит, второй момент. Вы должны уметь работать руками, ребят. Если вы городской, то руками, ну, где вот? Вы родились в городе, учились, тут женились, крестились. Ну, и где вы руками тут работаете? Нигде. Ну, единственное, что если вы где-нибудь, там не пошли слесаря, токаря, там ещё где-то. Вот, поэтому очень подходит эта работа для деревенских именно парней, как мы сказали. Почему? Потому что в деревне с малолетства все мальчики, все девочки начинают работать руками. Вот есть такое заблуждение, что если человек работает только руками, то он дурак, он простак, он глуп. Нет. Если человек работает руками и с молодых ногтей, то он великолепно развивается. Здесь такие исследования, которые об этом говорят. Для того, чтобы это всё ещё как бы работа руками, да, но я хочу ещё одну вещь сказать, что для кроличков работать руками, это на 90%, но работать и головой одновременно с руками могут быть все. Поэтому тот, кто умеет работать руками и головой, становится мастерами. Вот это очень важный момент. Третий. Ну, я написал стереомышление. То есть вы как бы должны, вообще предполагается, что вы выслите стереоскопически. То есть такое кролиное мышление потом появляется. Вот. Оно появляется, но задаток к этому должен быть, если вы не особо любите геометрию. Ну, это вообще-то я бы сказал, что кролиный труд, вот близок к портному, металлическому портному. Вот если вам как бы не нравится вырезать что-то из металла, да, это не важно, из бумаги, всё. Ну, то есть у нас вот этого всего, ну, практически это наша работа. То есть именно вот подгонять, вырезать что-то. То есть вот такой вот направлении. То есть стереомышление, которое потом перерастает в кролиное мышление. Далее, выносливость. Да, вот, ребята, тут очень важный момент. Многие думают, ну, кролище, ну что, работа тяжёлая. Сразу говорю. Я вот сам сколько ловил себя на мысли, что вот зиму, ну, зиму отдыхает кролище, а потом апрель, вот весна. И вот входишь как в этот ритм кролиный. То есть работа по 12 часов, приходишь на кровлю, надо подняться, опуститься. То есть нужно физически быть крепким человеком. Физически крепким человеком. Ну, особенно должны быть крепкие ноги. Потому что работа лошадь на ногах. Вы стоите на наклонной плоскости. Фактически там, ну, обычная скатная кровля, там, обычно делают 35-30 градусов. Это очень неприятно в первое время привыкать, что не на плоскости, вот так на поверхности скатной. Вот, выносливость физическая обязательно. И выносливость физическая. И ещё, ну, как, я не знаю, как правильно сказать, накаченные мышцы. Потому что протягать картины, вот, один квадратный метр оцинкованной кровли плотиной 0,50 миллиметров весит 3,6 килограмма. То есть у вас картина, ну, предполагается, 5 метров в длину, шириной 550 миллиметров. И 5 метров у вас в длину картины, то есть, представляете, сколько она весит? Она весит приблизительно, приблизительно, где-то 15-13 килограмм. И такую картину надо самому вытянет, а можно даже и 2 картины. То есть, это, ну, там, 25 килограмм 30, вы должны спокойно, целый день, представьте, если вы сможете под этим весом играть, поднимать, опускать и не устроить. Значит, вы подходите. Ну, то есть, это, да, и это как бы физические такие данные, да? Вот, а чтобы точно понять, ну, вот, как я делаю это, у меня большой опыт по обучению, и я всегда, у меня есть такая фишка, которая, ну, я вам расскажу, как можно, ну, тем более, она не является тайной. Когда приходит ко мне молодой человек, обращается, ну, и проверить хочется, чтобы и не взять ни его, ни мое время, я вам предлагаю очень простое время. Я вам показываю обыкновенный совочек для сбора мостера, который сделан из оцинкованного железа. У меня он заготовлен, и предлагаю вот такой же точно совочек сделать самому. Это кажется ерунда. Кажется, да-да-да, ну, что там делать? Вот, а оказывается, что многие ребята, ну, вот, из десяти выполняли... Один человек выполнил идеально. Когда я спросил, вот это что, ты же все умеешь, зачем ты ко мне пришел? Ну, вот, он сказал, я плотником работал долгое время, я работал токарем, слесарем. То есть он долго работал руками. Соответственно, он это сделал за час. Вот, если вы за час делаете такой простой продукт, такое простое изделие из металла, вы просто гений. Обычно средний такой показатель на это уходит около двух-трех часов. И то не всегда это получается, потому что я даю задание, ухожу, чтобы не мешать человеку мыслить, думать, пробовать себя. Вот, когда я прихожу через час, у пятидесяти процентов у них нарезан металл, и нет совершенно никаких понятий, как сделать такой простой изделие. Поэтому из десяти человек, по моим наблюдениям, в лучшем случае три человека могут стать кровищами. Один из них может стать мастером, а два простым рядовым кровищиком, таким вот, на основных работах. Так что это не для всех. И я не всех обучаю. Продолжение следует...